Был такой замечательный венгерский математик, Эльдюш, память о нем написана книга. На самом деле здесь уже было несколько лекций по этой самой книжке. Книжка называется «Доказательства из книги» Айгнер Циннер. И подзаголовок «Лучшие доказательства со времен Клида до наших дней». Есть такая легенда, Эльдюш говорил, что есть такая книга с большой буквы, где-то такая абстрактная, где-то непонятно, где-то написано в пространстве, где у каждого математического факта написано самое-самое-самое лучшее доказательство, которое у этого факта есть. И, соответственно, если математик нашел какое-то вот такое доказательство, то он, собственно говоря, прочитал страницу божественной книги. Но это, собственно говоря, красивая сказка. Но, с другой стороны, любой математик скажет, что действительно бывают доказательства красивые, а бывают доказательства некрасивые. Бывают ситуации, когда мы поняли, что вот суть дела понят, полностью все замечают. А бывают ситуации, когда мы чувствуем, что вот здесь какие-то там длинные непонятные вычисления, длинные рассуждения, что суть выделяется. И бывают замечательные рассуждения, которые обычно не короткие, когда мы все поняли. И вот, ребята, рассуждение, которое я вам сейчас расскажу, в этой книге идет самым последним. Не случайно. Потому что оно действительно потрясающе красиво. А не то, что это не значит, что этих людей не надо упоминать. Доказательство возникло во время переписки между Бернардом Чазовым, Михаилом Шавиром и Эмма Велся. Это доказательство не зря написано последним в этой книжке. Потому что одна из интереснейших вещей, которую придумал Гертеж в своей жизни, это то, как применять теорию вероятности к доказательствам теорем из графов. Ребята, вот, пожалуйста, проследите за логикой. Логика совершенно потрясающая.